Уважаемые коллеги, добрый день. Меня слышно? Здравствуйте, да, слышно. Здравствуйте, здравствуйте. Уважаемые коллеги, ну, во-первых, действительно, огромное спасибо за участие в таком интереснейшем мероприятии. Спасибо отдельно Евгене Наумычу за приглашение, техническому, наверное, составу, персоналу, кто вчера буквально мы тут протестировались, чтобы не было сбоев. Ну, я, наверное, начну. Поэтому я хочу представить сообщение национально-региональные особенности распространенности вируса папиллома человека, генного риска среди жительниц Республики Бурятия. Вообще мы занимаемся достаточно плотно проблемой рака шейки матки в нашем регионе. И могу переключить слайд. Попробуйте переключить его клавишей, либо... Да, вот пробую и как-то что-то... А ниже, в левом нижнем углу у вас там четыре иконки, там одна из... Да, 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 да. Попробуйте правую. Спасибо большое. Ну, во-первых, немножко тоже, как все мои коллеги, хочу предоставить и буквально несколько слов о регионе Республика Бурятия. Республика Бурятия – это Дальневосточный федеральный округ. Вот прямо вот на карте мы видим, мы занимаем правое побережье озера Байкал и с левой стороны Иркутская область, чтобы как-то вы все понимали, о чем идет речь. Территория наша составляет 351 тысячу квадратных километров. Это 2% территории нашей страны. И проживает около миллиона человек. Плотность населения у нас выше, чем в Республике Саха-Якутия. Это 2,8 человек на квадратный километр. А показатель по России для сравнения – 86. По поводу рака шейки матки. Вообще, частота данного недуга не одинакова в различных регионах нашей страны. Это определяется организацией, во-первых, скрининга, а также какими-то демографическими такими данными. Наиболее проблематичными регионами в нашей стране по раку шейки матки являются Республика Бурятия, Республика Тыва, Забайкальский край, Магатанская область. И дальше перечислены проблематичные районы. Ивановская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, город Севастополь, Курганская область, Иркутская область, Камчатский край и Сахалинская область. На данном слайде мы представили динамику смертности от рака шейки матки в России, в Дальневосточном федеральном округе, в Сибирском федеральном округе, для сравнения, чтобы было вам как-то понятно, и в Республике Бурятия. Вот посмотрите, пожалуйста, оранжевые столбики – это смертность в Республике Бурятия от рака шейки матки. Практически она в два раза превышает показатели по России. Россия – это у нас вот синие такие вот столбики. Ну, естественно, мы видим, что и мы превышаем показатели по смертности в Дальневосточном федеральном округе и в Сибирском федеральном округе. Коллеги, по заболеваемости практически та же ситуация. Мы все видим, что ситуация достаточно такая грозная, и поэтому мы уже несколько лет изучаем особенности развития рака шейки матки, особенности возникновения, особенности распространенности вируса папилломы человека. Хочу вам напомнить, что рак шейки матки – заболевание, которое вызывается вирусом папилломы человека, высокого канцерогенного риска и передаваемое половым путем. По данным ВОЗ в мире в 2018 году зарегистрировано 678 случаев рака шейки матки. 8 из 10 человек инфицируются в ЭПЧ на протяжении своей жизни. Примерно у 2-5% вирус папилломы человека персистирует и приводит к злокачественным поражениям. 2 из 3 партнеров лиц с ВПЧ обнаруживают их вскоре у себя. На этом слайде представлена распространенность, вернее, ВПЧ представлена. Это один из самых распространенных вирусов, хотим сказать, который передается половым путем. В мире инфицировано 660 примерно миллионов человек, и частота инфицированности в нашей стране варьирует по разным данным, в разных регионах от 13 до 40%. И 70-80% населения инфицируются вирусом папилломы человека в течение своей жизни. Специфика распространенности в ЭПЧ. Что можно сказать? Что для стран и континентов характерна своя специфика в отношении распространенности в ЭПЧ, которые обуславливают рак шейки матки. Итак, помимо известных и таких достаточно агрессивных 16-18 типов, в Китае, в Юго-Восточной Азии, в Северной Африке встречаются 52-й и 58-е типы. В Латинской Америке 31-й лидирует, в Мексике 58-й, в Южной Бразилии 33-й и 58-й. Это по литературным данным. Следующее. Частота инфицированности и встречаемости различных генотипов вируса папилломы человека среди многонационального населения России недостаточно изучена. Хотя есть попытки в некоторых регионах это уже изучить. И в связи с этим исследование распространенности и разнообразия в ЭПЧ имеет огромное научно-теоретическое и клиническое значение в практическом здравоохранении в аспекте разработки региональных программ и вакцино-профилактике. Цель нашего исследования – определить уровень инфицированности и частоты встречаемости генотипов в ЭПЧ высокого канцерогенного риска среднеэтнических групп женского населения. За 17-19 годы было включено в исследование 1944 женщины, проходившее обследование на наличие вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска. Вот они представлены. 16-18, ну и так далее. Работа выполнена в ГАУС, Республиканская клиническая больница, Министерство здравоохранения Республики Бурятия. Среди обследованных пациенток, обратившихся для проведения ВПЧ-тестирования, самостоятельно 583 – это 30%, и по направлению врачей-акушеров-гинекологов первичных 2 на 70%, это 1361 женщины. Возраст их составил от 15 до 70 лет, средний возраст – 39,4, ну и женщины были распределены на две группы. В первую группу вошли представительницы бурятского этноса – 928, средний возраст их составил 35 лет, и вторую группу составили женщины европеоидной расы – 1016. Средний возраст практически был такой же – 34,3. Ну и с учетом того, что возраст влияет на уровень инфицированности женского населения вирусом папилломы человека, отразится в результатах сравнительного анализа, ну и поэтому нами проведена была рандомизация обследованных двух этих групп по данному фактору. ВПЧ-тестирование было выполнено, выполнялось методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с использованием системы AmpliSense, ВПЧ, ВКР, генотип и так далее. Материалом для исследования служил соскоб из цервикального канала, который мы получали с помощью цитощетки. Частота инфицированности среди женщин европеоидной группы была в полтора раза выше, чем женщин бурятского этноса. Сейчас я вам покажу буквально вот этот вот график, на котором нам все будет понятно. И наиболее высокий уровень инфицированности мы зарегистрировали у женщин обеих групп в возрасте 15-40 лет, то есть в возрасте высокой сексуальной активности. Так, среди женщин европеоидной расы в возрасте 15-30 лет уровень инфицированности составил 31%. Этих женщин было 164. В возрасте 31-40 – 46%. Их было 241 женщина. И если будем рассматривать бурятский этнос, то это было 120 женщин – 30% и 50% – 198 соответственно. И низкий уровень инфицированности зафиксирован у женщин в возрастной группе 61-70 лет. Ну вот, эту табличку, если внимательно посмотрим, все тут представлено. Возрастные группы и две группы обследуемых женщин. Следующий такой интересный график, на котором я остановлюсь поподробнее. Тут, правда, у меня проценты непроставленные. Прошу простить за такую мою невнимательность. В общем, мы видим, что лидирует 16 тип, уважаемые коллеги, с частотой встречаемости 4,5%. Это 88 женщин было. При этом инфицированность среди женщин европейской национальности составила… ой, европейской группы составила 6%. Это было 56 женщин. Среди женщин бурятского этноса это было 32 женщины – 3,1%. Почти в два раза меньше инфицированных женщин бурятского этноса с 16-м генотипом. Коллеги, продолжаем дальше. Теперь мы рассмотрим 52 тип. Тоже достаточно такой высокоагрессивный оказался. 3,7% от общего числа обследованных. Это была 71 женщина. При этом среди представительниц европейской европеоидной расы инфицированных оказалось 27, то есть это 2,9% от группы обследованных. А среди женщин бурятской национальности или бурятского этноса мы говорим, это было 44 женщины – 4,3%. То есть инфицированность мы видим. 52-м генотипом в ЭПЧ среди коренного населения бурятов была в полтора раза больше, чем среди женщин европеоидной группы. Так, коллеги, дальше. 31-й тип. Посмотрите, что у нас тут. 31-й генотип в ЭПЧ диагностирован у 64-х женщин. Это 3,3% от общего числа обследованных. И уровень инфицированности был примерно одинаковый в сравнивых группах. Дальше. 51-й тип выявлен у 55-ти женщин. Это было 37 буряток и 18 женщин европеоидной расы. То есть у буряток 51-й тип встречался в 1,9% в 1,9 раза чаще, чем среди женщин европеоидной расы. Мы все говорим про 51-й тип. 33-й генотип теперь рассмотрим. Всего он обнаружен у 55-ти женщин. Это составляет 2,8%. И среди женщин коренного этноса он встречался чаще, чем среди женщин европеоидной расы. 21 женщина. 2,3 – 21 человек. И 3,3 – это женщины бурятского этноса. И обращает на себя внимание распределение остальных 50-х типов. 56-й тип, 58-й тип и 59-й тип. Эти типы ВПЧ обладают, как и 16-й, и 18-й, высокой трансформирующей активностью и ответственны более чем за 95% случаев возникновения тяжелых интеропредельных неоплазий и рака шейки матки среди азиатской популяции женского населения. Необходимо отметить также, что у обследованных были диагностированы ВПЧ и других типов. Это 18-й, 45-й, 39-й и так далее. Но частота их встречаемости незначительно оказалась, всего 1,5-2%, что совпадает с аналогичными исследованиями. Результаты проведенного исследования и метанализ научной литературы позволяют сделать вывод, что генотипы 50-е, скажем так, 51-й, 52-й, 58-й, 56-й, 59-й, обнаруженные в клеточном материале жительниц Бурятии, свидетельствуют о преимущественном присутствии и принадлежности к азиатскому этносу. Надо полагать, что инфицированность ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска, наверное, связана с генофондом бурятского народа, имеющим многокомпонентное этногенетическое происхождение. Ну и в заключении, изучая региональные особенности распространенности и частоты встречаемости генотипов вируса в разных географических зонах среди этнических групп населения имеет большое социальное значение. И при разработке мероприятий по созданию научно обоснованной программы скрининга рака шейки матки на отдельных территориях, конечно же, вот мы видим, что надо учитывать обязательно частоту встречаемости различных генотипов, особенности национального менталитета, региональные условия, вообще функционирование первичной медико-санитарной помощи – это обязательно, акушерско-гинекологической и специализированной онкологической помощи. Но все это позволит сделать выбор стратегии профилактики злокачественных новообразований шейки матки и выбор вакцинопрофилактики обоснованным. Уважаемые коллеги, я вас благодарю за внимание. Работа наша продолжается. Ну вот какие-то там итоги, по крайней мере, такие промежуточные, мы сейчас вам постарались представить. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok